Разговор о развитии Бреста как умного города стал активнее получать свое проектное продолжение после присоединения областного центра к инициативе SymbioCity. Сегодня задача, которую ставят перед собой архитекторы и планировщики, заключена в первую очередь в том, чтобы каждый квадратный метр земли приносил свою реальную пользу как для экономики, так и для человека, который живет неподалеку. Тенденции таковы, что от масштабных промышленных комплексов с каждым годом человечество все больше переходит на роботопроизводство, а на предприятиях повышается потребность в высококвалифицированных кадрах. Так, сначала на бумаге, а после и в проектном решении была разработана концепция зоны SmartBrest. Ее авторами выступили работники Брестского научно-технологического парка. Эта территория по большому счету в центре города и на текущий момент эта территория становится довольно проблематичной для самого города. То есть здесь нет никаких транспортных дополнительных коммуникаций, то есть эту территорию приходится объезжать вокруг. Дальше, ну здесь есть все коммуникации, здесь даже железнодорожный подъезд. Но те предприятия, которые находятся на этом пятачке, то есть по большому счету им эта территория вот в таком количестве им уже не нужна. То есть если мы вспомним, что на этой территории находится, вы поймете, о чем я говорю. То есть им достаточно там уплотниться до 15-20% этой территории и они будут даже более эффективны, чем вот с нагрузкой в виде этой территории. Участок в 120 гектар расположен в непосредственной близости с крупным дорожным сообщением, ограничены улицами Янки-Купалы, Пионерской, Московской, Советских Конституций. Сегодня носит условное название «Терра-Инкогнито» – «Земля неизвестная». На проектированной площади уже проведены все коммуникации, что уже делает площадку выгодной для бизнеса. В проекте предусмотрено обновление старых корпусов под необходимые новые промышленные комплексы. При этом речь идет о реконструкции с применением зеленых технологий, экологичные материалы, активное озеленение, а также развитие полного комплекса услуг. Задача не только территорию развивать, но и в принципе формировать вот тот центр развития региона, не только Врест, мы говорим, это область все-таки, потому что сюда мы все-таки подтягиваем и университеты, и те молодые команды, которые что-то хотят сделать, либо уже делают, то есть наша задача – это развивать. Плюс, ну, чтобы было понимание, те же самые китайские зоны развития, там, опережающего развитие в Российской Федерации, это мало того, что производственные, они еще обычно в себе несут какой-то объединяющий центр социальный. То есть, если мы возьмем, ну, самый простой пример, там, технопарк Гонконга – это офисный массив, производственный массив, злой массив и социально-культурный массив. То есть, когда я говорю, что в технопарке находится там 21 объект торговли общественного питания, это нормально, потому что организации, которые занимаются инновациями, они ими могут заниматься 2-4 часа в сутки. Иногда хочется поесть их в 3 часа ночи. То есть, и задача не просто создать им вот офисы производства, что все-таки они 2-4 часа могли заниматься тем, что они хотят делать, что у них хорошо получается. Робототехника, 3D-печать, дополненная реальность, облачная технология – свою рабочую зону здесь могут найти те, кто хотел бы развиваться в регионах. Для того, чтобы и дальше продвигать расширение, сегодня в самом технопарке проводятся ремонтные работы в дополнительных помещениях. Так, у инициативных брещан будет возможность сначала стать резидентом научно-технологического парка в качестве стартапа, а после, сформировавшись как полноценный бизнес, перейти на территорию зоны смарт-брест, где иметь также свои привилегии. Сейчас же технопарк находится в стадии реконструкции. То есть, у нас есть здание, это не та территория, которая по проекту «Умный Брест». В этом здании сейчас происходят работы по реконструкции. То есть, мы как планировали здание увеличить площадь в два раза, так оно, в принципе, даже больше получается. То есть, из тех помещений, что у нас были, 10 тысяч метров квадратных, мы делаем 20 тысяч метров квадратных. Как раз сейчас строительный трест наш номер 8 ведет работы. И к концу года мы, в принципе, должны будем получить первое помещение для предоставления резидентов. Но, что самое интересное, уже сейчас расписаны эти помещения почти два с половиной этажа. Проект зоны смарт-брест был продемонстрирован губернатору в рамках расширенного заседания в конце февраля. Концепция получила одобрение. Реализовать ее планируется в рамках государственно-частного партнерства. И за таким проектом городские власти видят будущее областного центра. Если мы возьмем этот квартал, который ограничен улицей Московская, Пионерская, Янки Купалы, Вторая Заводская и Советская Конституция, реально это будет совершенно другой промышленный кластер. Да, сохранятся там предприятия Ковры Бреста, сохранится там наш ламповый завод, электромеханический завод, но не в формате умирающих предприятий, а в формате уже обновленных предприятий. А вот эта вся огромная территория, 120 гектар, она будет разделена на инвестиционные предложения по созданию новых видов производства. Что такое современное производство? Это до 200 человек работающих, это высокотехнологичное производство, это роботы, это новые технологии, и, соответственно, экологически чистая продукция и экологически чистое производство. Губернаторам четко понятны, определены задачи, что мы не можем идти по экстенсивному пути, у нас нет больших площадок в городе для больших производств, только интенсивный путь развития, то есть максимальное повышение эффективности отдачи каждого метра квадрата на промышленные зоны. Подобные кластеры уже развиваются в мире, в числе топовых научно-производственных площадок, аналогичной территории в Китае и Сингапуре. Инновационная территория SmartBrest параллельно должна быть привлекательна и интересна жителям города, при этом сохранять свою научно-производственную составляющую, чтобы со временем терра инкогнито стала землей обетованной.